На страже чистоты города специальная комиссия департамента городского хозяйства и муниципалитеты. А вот за этой свалкой власти Нахимовского района не доглядели. Горы отходов выросли недалеко от центра, на улице Портовой. Выехал на место и специалист жилищного контроля и благоустройства Нахимовского района. Осмотрел, получил от начальства распоряжение. Здесь собственник есть, но мы должны организовать работу, подрядная организация, у нас на сегодняшний момент это благоустройство города Севастополя. Вы должны принять от них акты выполненных работ и предъявить в судебном порядке, либо добровольно, если человек согласится это сделать, чтобы он возместил эти затраты в бюджет города. А затраты немалые. Для физических лиц штрафы от полутора тысяч рублей до пяти. Юридическому обойдется подороже, от десяти до двадцати. Меру наказания устанавливает суд, но дойти может и до уголовного дела. Если продукт начнет разлагаться, если это ДКО, и попадет на рельеф, то мы обратимся все в природнадзор, для того, чтобы они взяли пробу, это уже будет негативное воздействие на окружающую среду. То есть это совсем другая уже будет зона ответственности, это уже вплоть до уголовного действия. Эту свалку обещали расчистить за пару дней. Но если мусор не уберут в недельный срок – суд. А такую картину мы увидели рядом с контейнерной площадкой, которую недавно муниципалитет освободил от свалки. Эти люди выбрасывали строительный мусор прямо из грузового микроавтобуса. При виде камер скрылись в секунды. Только далеко им так и не удалось сбежать. Догнали за поворотом. Ты наносишь ущерб сегодня от города. Я сейчас не выбраться. Да ты на видеокамеру, тебя сняли, устроен человеком. Что значит? Ну, открой багажник. Мы не будут открывать. Вызывай полицию, Саша. Вызвали. А пока правоохранители в пути – хороший шанс уйти. По-английски. Смотрите, а почему мусор не на ТБО вывозите? Не знаю. Я вообще мусор не вывожу, так что не могу ничего. Ну, ваша же машина там стояла. Где? Ну, возле той мусорки. Не знаю. Мусорили вроде как не они, а сбежали так быстро, что даже забыли закрыть багажник. А в нем все тот же строительный мусор. Через полчаса прибыли полицейские, приняли заявление от свидетелей, зафиксировали машину. Установят собственника автомобиля. Через него выйдут на водителя и его товарища. А они понесут наказание. В данном случае водитель покинул свое автотранспортное средство, бросив его в проезд. Мы будем уже дальше смотреть, как его данные зафиксируем, организуем работу. И, наверное, будем эвакуировать для того, чтобы потом уже хозяин пришел за автотранспортным средством. И будем уже разбираться. Теперь у ситуации два варианта развития. Либо нарушители добровольно возместят ущерб, который они нанесли городу, либо получат административку. Именно так и образуются свалки. В контейнеры, за обслуживание которых платят люди и которые рассчитаны только на бытовые отходы, без разрешения скидывают строительный мусор. Управление контроля департамента городского хозяйства мониторит не только наличие свалок, но и проверяют то, как их ликвидируют. За этим забором после демонтажа гаражей скопились горы мусора. Со временем куча только разрасталась, но уже от бытовых отходов, которые сюда приносили люди. Месяц назад муниципалитет навел здесь порядок. Теперь здесь чисто. Так же, как и на других 311 объектах, столько предписаний горхоза уже выполнены. Но это лишь половина работы. А выбрасывать любой мусор, только в отведенные для этого места, всех призывает департамент городского хозяйства, а также Юлия Ефремова и Деливир Меджитов. Информационный канал Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова